В Павлодаре начался судебный процесс по громкому делу об убийстве школьницы Анастасии Шариповой. Первое же заседание обернулось настоящим скандалом. Родственники защитники подсудимого обвинили состав суда в предвзятости и потребовали отвод. Еще несколько дней назад стало известно, что заседания будут проводиться в закрытом режиме. Однако нашему корреспонденту удалось поговорить с участниками процесса. Поддержать обвиняемого в убийстве 14-летней Насти Виктора Бахарева из всей родни в суд пришла только сестра Антонида. Она до сих пор не верит в его виновность и обвиняет журналистов и полицейских в том, что они поспешили объявить ее брата убийцей. Изначально 6 ноября официально не было допроса, что он признается вину, но уже было везде фотографии, что он маньяк, убийца. 14-летняя жительница села Евгеневка Анастасия Шарипова в октябре прошлого года вышла из школы и больше ее никто не видел. В поисках девочки участвовали свыше 700 человек. Полицейские, местные жители и сотни волонтеров обследовали местность вокруг деревни в радиусе 50 километров. Спустя 13 дней со дня исчезновения тело Насти нашли закопанным в центре села. Экспертиза показала, что девочку сперва задушили, а потом изнасиловали. Вскоре полицейские заявили, что задержали подозреваемого. Одна сельчанина Виктора Бахарева. Он дал признательные показания, а через несколько дней решился и на откровенное интервью. Прошла, я ее задел, хватил. Она что-нибудь говорила? Она кричала, пыталась, я ее потом на землю опрокинул двумя руками. Короче, рот закрываю, другой рукой на шею давил. Однако вскоре Виктор Бахарев отказался от признательных показаний, заявив, что его вынудили взять на себя чужую вину полицейские. Теперь на этом строится вся линия защиты в суде. И было на весь Казахстан, практически на весь мир заявлено о том, что Бахарев является убийцей, Бахарев является насильником, маньяком, аксусским маньяком, паладарским маньяком и так далее. В связи с этим это все, кстати, было сделано не, допустим, журналистами или какими-то третьими лицами. Это все было сделано должностными лицами, уполномоченными должностными лицами правоохранительных органов. С первых дней задержания Виктора Бахарева родители Анастасии Шариповой не верили, что убийца их дочери – невысокий тихий сосед, которого семья знала с детства. Они настаивали на том, что истинный виновник – другой односельчанин. Однако результаты биологической экспертизы развеяли их сомнения. Спустя несколько месяцев убитые горем люди хотят лишь одного – поскорее забыть весь этот кошмар. Первое судебное заседание по делу об убийстве Насте Шариповой закончилось, так и не успев начаться. Адвокат Бахарева заявил об отводе состава суда. Он настаивает, чтобы судья, секретарь и прокуроры были из другого региона. По его мнению, это поможет избежать предвзятостей. Следующее судебное заседание назначили на 21 февраля. Тогда же предположительно и пройдет отбор присяжных заседателей. Илья Рыбин, Марат Тиморов, Информбюро, Павлодарская область.